Всем здарова дорогие друзья с вами Владислав это канал ноутбук 31 давненько не было в ремонте материнских плат системных блоков или как еще называют в простонародье обыкновенных компьютеров исправляюсь сегодня у меня в гостях именно такая материнская плата от компании asus но не обычная а полноразмерная да еще и на процессоре от xeon да да ее привез один из наших подписчиков из старого оскола материнка приказала долго жить перестав включаться при нажатии на кнопку включения блок питания уходит в защиту и на этом все и в этом видео попробуем выяснить что могло выйти из строя и как определить чем именно проблема а также досмотреть этот ролик до конца так как там вас будет ждать небольшой челлендж стало любопытно тогда присаживайтесь поудобнее наливайте пивасик с рыбкой и погнали будет интересно а местами еще и полезно опачки сегодня у меня на ремонтном столе классная коробка от аурус вы не поверите но то что вы видите сейчас вот здесь это далеко не то что скрывается внутри да просто подписчик привез свою материнскую плату именно вот в этой коробке опа а тут я даже не знаю круче это или не круче обалдеть вот эта материнка тут как будто бы на xeon чеки да смотрите intel xeon e5 1680 в 2 да и эта материнская плата у нас от компании asus p9 x 79 давайте познакомимся с ней более детально эта материнская плата на чипсете intel x 79 экспресс сокете lga 2011 и поддержкой 8 слотов оперативной памяти dim также на ней распаяно много чего клиент попросил посмотреть именно ее так как ценник на вторичном рынке ломят неадекватной ее привез один из наших подписчиков кстати поздравил меня с покупкой нового ноутбука за что ему огромное спасибо я думаю в телеграм-канале кому надо те уже посмотрят что теперь я купил себе для монтажа и до ссылочка на наш телеграм-канал будет в описании заскакивайте смотрите материнская плата у нас находится прибывает так сказать в отличном состоянии проблема здесь очень наверное типичная для этих плат при подключении к блоку питания у нас срабатывает защита по 12 вольтовой линии то есть блок питания уходит защиту вот при это материнская плата в идеальном состоянии друзья а вы знали что производители материнских плат тоже нанимают программистов которые пишут программу для базовой системы ввода вывода тем самым компьютер начинает оживать превращаясь из тупой железяки в умное устройство тоже хотите научиться программировать но не знаете где это сделать эффективнее тогда вам точно поможет онлайн университет product star на курсе профессия python разработчик чтобы учесть все ваши пожелания ребята из product star построят программу обучения под вас отвечать за комфортное обучение в вашем темпе будет личный ментор он не просто проверять домашки остановиться полноценным наставником будете вместе осваивать навыки прорабатывать ошибки а еще он поддержит и замотивирует в общем обучение удобно для совмещения с жизнью все успеете но самое классное это гарантия трудоустройства в договоре прописано ребята даже найдут вам работу в хорошей компании где и удаленка и зарплата хорошая у них есть карьерный центр и персональный консультант который и резюме составят и вакансии найдут и к собеседованием подготовят и даже на испытательном сроке помогут ваша задача просто ходить на собеседование если вдруг студент понимает что программирование не для него product star возвращает деньги в полном размере это как раз время чтобы попробовать профессию попробуйте ни копейки не потратите если не зайдет подарите себе новую профессию поэтому разработчика вместе с product star скидка до 60 процентов и техническое собеседование в подарок по промокоду nb31 переходите по ссылке в описании и записывайтесь на курс вперед смотрите какой сокет просто под зион вот он оставил мне процессор для включения просто мне нет зионов и одну плашку оперативной памяти по охладу здесь довольно таки все прилично я сильно удивлен что здесь что-то бахнуло вот здесь цепи питания проца если тут у нас смотрите такой радиатор массивный плюс еще с обратной стороны у нас есть только вот штука и она холодно то есть как ну не радиатор это пластина и она тоже идет через термопрокладку я удивлен что эта тема вся бахнула блок питания уходит защиту то есть у нас здесь есть вот он он коннектор куда подключать дополнительное питание процессора и у нас что-то вот здесь какая то есть проблема включайте проверять дефект мы конечно же не будем а сразу же приступим диагностике так как разбирать здесь особо нечего и в первую очередь буду замерять сопротивление 12 вольтовой линии по дополнительному питанию процессора так проверяем 12 вольтовую колодку распиновка этого разъема на ваших экранах и вы сами видите что у нас здесь не так да тут у нас полное короткое замыкание если здесь у нас один ом да то между щупами подожди сколько 0 1 ома то здесь у нас да у нас сразу же короткое замыкание значение 12 вольтовой линии составляет меньше двух ом что явно ненормально и далеко не зря мы плату не включили к этому видео я не готовился поэтому я не знаю какие тут должно быть сопротивление я уже забыл давно уже не делал видео ну давайте так сейчас четче будет далее проверяю основную колодку atx для подключения блока питания до секунду друзья сейчас секунду жена звонит замерив сопротивление вот здесь на колодке стало понятно что проблем здесь нет у нас проблема чисто в дополнительном питании процессора для дальнейшего исследования придется снять радиатор сверим открутив два винта здесь я решил поснимать этот ремонт наживя как есть особо не готовясь к ремонту без какой-то подготовки чтобы вы правильно поняли последний раз я ремонтировал такого уровня платы примерно 8 месяцев назад и сноровку скорее всего потерял опа надрить кое тюрьму прокладку бомбическую кстати смотрите это не мой волос это волос предыдущего мастера ретели либо китайца волос китайца вот она да я сюда еще здесь не был так ну смотрите следов прогара нету как бы кого-то вы все нормально прокладочка такая прям свеженькая да тоненькую прокладочка прям как один миллиметр наверно сверху термопрокладка не имеет следов прогаров а значит давайте смотреть что там с обратной стороны оказывается что и там расположена целая дюжина транзисторов угла так термопрокладка то же самое нигде не подгорела везде прям хорошо прилегала здесь термопрокладка уже из другого материала и ее состояние в принципе рабочие то есть охладие замечательно и вот они куча транзисторов смотрите под по паре скорее всего на каждую фазу вот и пока я не вижу никакого намека на неисправность и было бы круто если бы просто пробила ключик как бы от его не знаю деградации кристалла как говорится следующим этапом предлагаю смотреть все это дело под моим аналогово цифровым микроскопом сначала решила смотреть мосфеты с обратной стороны на этой материнской плате распаяно 10 фаз питания а значит транзисторов минимум в два раза больше меня интересует сейчас мосфеты верхнего плеча дошел до транзистора pq 136 и кое-что обнаружил рядышком с правой стороны шарик припоя это первый намек на неисправность при осмотре же остальных транзисторов все вроде бы четко никаких намеков на повреждения нет а что у нас с обратной лицевой стороны давайте посмотрим а вот он волос коротыш явно здесь затесался случайно все-таки термопрокладка сильно мешает обзору давайте ее снимем далее аккуратнейшим образом без повреждения пытаясь ее отодрать но все тщетно но прокладку конечно их она выглядит как порванные трусы простите меня пожалуйста за мой английский прокладка под замену ладно но зато у нас теперь есть доступ транзистора здесь теперь видно мосфеты и драйвера досмотрите несколько мосфетов и драйверов здесь же я понятия не имею в чем проблема поэтому сейчас будем вместе смотреть и пытаться что-то чинить в этом месте помимо пары транзисторов еще расположены драйвера и обвязка надо глянуть поближе за верхнее плечо у нас отвечают транзисторы PH7030AL а за низ PH5030AL все даташиты на ваших экранах и как вы возможно обратили внимание нижнее плечо всегда мощнее чем верхнее а почему именно так спецы напишите пожалуйста в комментариях для правильного вашего восприятия и что самое главное понимание я уже на монтаже нашел board view схему на эту плату и давайте немного ее поизучаем сразу скажу что во время ремонта я схемой не пользовался в цепи питания процессора на плате установлены 10 фаз питания это понятно по количеству дросселей все фазы запараллелены и питают определенные части процессора за питание отдельной фазы у нас отвечает связка драйвер 4 полевых n-канальных транзистора и их обвязка имена ключей я огласил но кто же драйвер а драйвер у нас не что иное как а сп 0 а 013 qdd и его кусочек даташита на ваших экранах продолжим осмотр и поиск неисправности дальше при осмотре всех транзисторов драйверов и обвязки никаких шариков припоя прогаров я не обнаружил единственное что мне бросилось в глаза вот это нашим контроллере управление питанием процессора как будто бы прогар но протерев пальцем оказалась ложная тревога сорян больше ничего особо критичного я не нашел так друзья осмотрел я материнскую плату под микроскопом зону vrm с верхней части где стоят попарно по два транзистора и драйвер управления пу 103 101 и так далее и с обратной стороны много транзисторов соглашусь и фишка в чем у нас только на одном из транзисторов я я увидел скажем так вылезший припой это у нам это нам может говорить о том что ого смотрите-ка нихрена себе я тут увидел только что случайно вот это прям не в глаза не бросилось смотрите тут что-то с текстолитом текстолит поврежден и прям неплохо так надо смотреть под микроскопом что это такое подписчик или мастер тот кто собирал эту плату в корпус оказался не очень-то нежным и механический плату повредил но вроде жизненно важной дороге не затронуты специально осмотрел еще все вот эти отверстия технологические куда мог быть теоретически вкручен винт и у нас нету никаких проблем только с одним но вроде как дорожки основные которые идут тут рядом не затронуты так что это все мелочи как бы нужно быть осторожным то есть мало ли что тут могут быть механические какие-то повреждения вот например сейчас опять начал присматриваться вот пятак какой-то странный в общем-то на этой плате встречаются такого рода косяки но к нашему делу отношения не имеют продолжим делать правильную диагностику смотрите у нас сейчас явная проблема по 12 вольтовой линии извиняюсь а сделаем один раз повторный замер и вы все поймете вот на верхней части должна быть сопротивление килоом и здесь у нас полное короткое замыкание как внизу так и вверху что мы теперь делаем мы разъединяем систему питания и процессор просто процессор убираем чтобы его сопротивление сейчас никак нам не мешало следующим этапом для диагностики необходимо демонтировать процессор сокета для того чтобы сделать правильные замеры в узле питания в рм такой вот процессор еще офигеть вот это серверные процессе xeon e5 1680 в 2 3 гигагерца сколько там ядер но судя по его супер толстому текстолиту это какой-то прям хороший процесс а тут смотрите сразу ну хотя просто термопаста попала ничего такого так наша задача сейчас не повредить ножки сокета вот это единственное потому что если поврежу то это просто будет конец конец моей карьере замеряю сопротивление уже после вытаскивания процессора по 12 вольтовой линии а сопротивление видите у нас пришло чуть ли не в норму то есть у нас получается 2 и 3 килоома то есть как и должно быть но при вставке процессора в сокет у нас происходит ну грубо говоря короткое замыкание почему потому что какой-то из верхних ключей у нас пробит теперь нам с вами требуется прозвонить каждый mosfet отдельно для выявления неисправного полтора падение полторашка давай вот так отзванивать вот ну да как раз таки на том да он пробит во все стороны вот этот третий mosfet у нас пробит pq 136 подтвердилось pq 136 звонится во все стороны да еще под микроскопом возле него был шарик припоя хорошо отзвонив остальные mosfet и никаких проблем я с ними не нашел также очень важно замерить что там у нас на управлении все ли сигналы одинаковые одинаковое падение напряжения 700 800 падения почти 800 3 а вот тут смотрите 400 то есть что-то не то 800 фаза не просто так сгорела видите у нее по падению напряжения сильно либо в самом транзисторе дело замерив падение напряжения на четвертой ножке pq 136 я обнаружил значение отличное от других фаз нужно искать причину этому занижению видите разница в чем то есть разница тут на лицо 500 500 500 кстати здесь все нормально то есть у нас пока проблема в том что на управление падение напряжения не такое как на всех и плюс он пробит транзистор во все стороны на обратной лицевой стороне платы также проверяю сопротивление mosfet of нашел еще один транзистор который звонится во все стороны а вот и с этой стороны тоже самое я конечно подозреваю что эти два транзистора стоят в параллель но без схемы это было не очевидно так как 4 транзистора на одну фазу для меня не самое частое явление изучив схему и расположение теперь все стало на свои места поэтому я настоятельно рекомендую изучать схему не после ремонта а перед я же делаю все наоборот pq 117 тоже звонится в короткое замыкание ну это понятно они же у нас по ходу все-таки за параллели на так друзья в общем-то pq 117 на этой стороне звонится во все стороны также звонится во все стороны pq 136 на вот этот снимаю последовательно и смотрю уйдет ли замыкание со 2 или они оба неисправны поэтому будем снимать сначала pq 136 потом уже будем переходить пайки pq 117 потому что он у нас без визуала мне кажется он целый здесь фронт работы определен устанавливаю процессор обратно для того чтобы не повредить случайно сокет и теперь займемся отпаиванием неисправного компонента перехожу под микроскоп и отпаиваю подозрительный мосфет сначала я думал его отпаять паяльником не поддался подключаю слона и тут шансов уже нет готова подозрительный мосфет верхнего плеча успешно отпаян сомнительный транзистор успешно демонтирован кстати за кадром я думаю я вам сказал что это у нас 70 30 м до получается верхний ключик вот и сейчас давайте прозвоним какая ситуация теперь на плате теперь необходимо прозвонить его отдельно от платы и да он неисправен звонится во все стороны все транзистор в помоечку после отпайки неисправного транзистора проверяю сопротивление повторно но уже со вставленным процессом как вы помните у нас было короткое замыкание по 12 вольтовой линии все сопротивление нормализовалась да то есть получается что у нас таки у 117 живой да да и у него видите на крайних ногах по полторашки стала полтора падение напряжения как и должно быть я сейчас все горячо поэтому у него чуть меньше вот а так все смотрите все идеально и до сопротивление нормализовалась отлично мы двигаемся в правильном направлении вот теперь самое главное проверить какое падение напряжения на его затворе потому что если она нормализовалась то норм так 585 589 до прикиньте то есть проблема чисто в одном транзисторе да ну нафиг да то есть все сопротивления можно сказать нормализовались осталось только мосфет заменить и дело в шляпе подумал я и приступил к поиску новых таких транзисторов верхнего плеча у меня нет поэтому как всегда воспользуюсь донорской базой перешерстив целую тонну таких материнских плат которые у меня были в сервисе я кое-как на одной из плат нашел эти транзюки под микроскопом от по его донорский мосфет и устанавливаю его на нашу плату стараюсь это сделать максимально аккуратно и красиво паяльничком от компании джей би си финально по ногам прохожусь и все готово оцените пожалуйста качество припайки так друзья в общем то все перепаял я пробитый транзистор вот и вот так выглядит этот результат давайте прозвоним теперь но нужно же еще найти причину просто так транзисторы не горят и именно этому я посвятил очень много времени дальше так как причина пока неизвестно после запайки замеряю падение напряжения на управление оно должно быть плюс-минус одинаковое 608 608 ремонтируемая фаза 607 смотрите никаких отклонений абсолютно 607 607 просто как часы я здесь вообще не вижу никаких проблем отклонений я не обнаружил неужели просто деградация кристалла не верю все короче все все вообще все идеально я в шоке далее решил проверить включается ли плата вдруг при первом включении mosfet выбьет подключаю материнскую плату к своему тестовому стенду и теперь смотрите сейчас буду включать блоком питания который был в предыдущем видео наклеечка не отклеилась черные провода тот самый блок питания и он отлично работает так что если вы не видели видос по его восстановлению то пожалуйста я вот здесь вот вверху сделаю ссылочку что смотрите смотрите еще рассмотреть так стройка есть нету так нужно видеокарта блин подключаю все необходимое и нажимаю на кнопку включения и так друзья в общем то все подключила материнскую плату к блоку питания подрубил до питания процессора основную колодку и внешнюю видеокарту чтоб она вам обзор не закрывала но и давайте проверять сейчас может быть все что угодно эти прикольно память расположена по двум сторонам так ну что давайте я волнуюсь так питание пришло на плату блин а как она включается кнопка есть нету так ну что друзья поехали все плата запустилась да да клиент должен быть доволен материнская плата запустилась но на посткарте повис посткод b5 что это значит я пока не знаю но инициализации нет не пойму я то ли повисло и то ли что на b5 я не знаю что это может память перетокнул плашку оперативной памяти в другой слот и посткод b5 также остался странно что же не так попробовал применить разные манипуляции по типу отсоединения батарейки к мост но все тщетно хотя это явно не связано с моим ремонтом минут так пять мне пришлось покумекать с этой материнской платой и я нашел в чем было дело так друзья передернул оперативную память в четвертый слот в котором она видимо и было ну и давайте смотреть так все смотрите посткод уже прошел так 5а 4f 69 есть b2 и давай есть есть asus прикиньте все запустилась все значит все фазы работают и у нас плата работает материнская плата включилась что не может меня не радовать только в крайнем слоте узел плата дала картинку картинка есть мосфет судя по всему повторно не сгорел приступаю к поиску причины для этого нам понадобится осциллограф от компании хантек включаю материнскую плату и проверяю широтно импульсную модуляцию стараюсь разглядеть хоть какие-нибудь явные отклонения так импульсы 1 импульса 2 импульса 3 4 5 6 7 8 9 10 все фазы работают и плюс-минус одинаковые я в ступоре за кадром еще потратил достаточное количество времени на это и сказать что я прям однозначно нашел в чем дело да нет тут же я вооружился тепловизором и смотрю на равномерность нагрева мосфетов и системы питания в рм в целом и тут я обнаружил любопытный факт в одной из частей нагрев сильнее чем в другой вот за это стоит зацепиться хотя я точно не знаю возможно это нормально кстати у нас получается идет нагрев чрезмерный вот здесь да да смотрите вот тут вот как бы фазы греются плюс-минус равномерно здесь нет это конечно странно стран и в дальнейшем решил побороться с этим когда я начал выяснять какая именно фаза греется то оказалось что греется следующее после ремонтируемой и тут я сильно удивился значит дело не в той что ремонтировал уже хорошо так ну что у меня плохие новости фаза который я делал и следующая сильнее греться чем обычно раз два три 4 5 6 вот эта . и вот у нас сразу погнала вот вот здесь следующий транзистор греется сильнее чем обычно то есть последующей фазе которую я не ремонтировал следующие здесь где я чинил она так сильно не греется следующая фаза греется возможно это тоже будет причина неисправности какая-то сейчас будем смотреть так решил проверить нагрев с обратной стороны может быть все все виной обратка тут у нас ничего не коротит давайте посмотрим возможно что здесь у нас что-то будет смотрите обратная сторона практически не греется нет проблема хотя смотрите ка один транзистор все-таки греется сильнее остальных так да посмотрим какой вот этот вот этот нижний так вот этот нижний под паке 35 греется вроде как собака сильнее с обратной стороны платы ситуация аналогичная сильно нагревается следующая фаза питания так а теперь смотрите господа у нас есть ряд транзисторов здесь вот транзистор который менял он не греется у нас греется вот этот транзистор на следующей фазе и с обратной стороны та же самая следующая фаза раскаляется сильнее остальных и теперь смотрите припой вот здесь немного цвет поменял что это значит что скорее всего эта проблема уже была то есть этот транзистор греется сильнее чем остальные решил от греха подальше заменить конденсатор по цепи питания bootstrap чтобы уж точно исключить хотя бы эту причину после замены я бы не сказал что ситуация как-то изменилась в лучшую сторону похоже что причина в другом или же я вообще ищу причину там где ее нет у меня ведь нет такой рабочей материнской платы и проверить мне не на чем короче ничего не помогло это все то же самое смотрите вот этот транзистор у нас греется сильнее остальных хотя обвязка вот это да да то есть однозначно пакью 112 на который я грешил греется просто-напросто сильнее то есть либо драйвера либо транзистор еще на всякий случай я даже поменял сам транзистор который сильно греется чтобы уж наверняка исключить его деградацию кристалла вы наверняка сейчас скажете что тебе нужно было просто поменять драйвер управления но драйвера за кадром я проверил они выдают абсолютно одинаковые значения и показатели сопротивление тоже меня тех смысла я не вижу тем более тогда придется их заказывать и долго ждать принципе теперь все равномерно стало после замены последнего транзистора пакью 112 стало как будто бы лучше нагрев перестал быть сконцентрирован в одной точке и меня этот результат устроил дальше как говорится покажут тесты собираю все обратно дохлую термопрокладку необходимо заменить ставлю вместо нее на один миллиметр от одиссеи у которой теплопроводность 12 8 ватта на метр на кельвин все собираю в обратной последовательности благо тут собирать чуть да нифига новая термопрокладка все установлено тут тоже все зажато короче буду отдавать в таком состоянии конечно сейчас пускану но в целом про ее нужно проверять именно на компьютере снова подключил материнскую плату к тестовому стенду и попытаюсь ее проверить в нагрузке здесь планка памяти у зау стоит там где и стояла когда плата включалась но тут произошли нюансы после запуска изображения появилась а затем потухла и дальше не включается он висит на b2 теперь на я не пойму тучок с памятью проблемы так поменял слот 01 бред какой-то короче не буду долго вас томить проблема оказалась той самой планки оперативной памяти она работает некорректно вот все с моей памятью заработала как бы это не звучало но с моей памятью заработала с его я они в несколько слотов тыкнул не работает дальше запускаю stress тест программе аида и наблюдаю за температурами температуры просто шикарные я такого не ожидал параллельно с этим я проверил как там греется зона в рм и смотрите сами нагрев не критичный что меня полностью устраивает я протестировал эту материнскую плату в нагрузке более 10 минут и все нормально дальше уже тестировать будет сам клиент здесь в точном решении проблемы до конца я не уверен дальше время покажет если у вас есть мысли по поводу неисправности то обязательно поделитесь со мной в комментариях научите меня в конце концов ремонтировать сколько же будет стоить ремонт для клиента подписчика спросите меня вы ты заменил всего лишь один транзистор и термопрокладку давайте так если вы прожмете лайк этому видео и мы наберем 15 тысяч лайков за одну неделю то я сделаю этот ремонт бесплатно иначе подписчик заплатит минимальную стоимость как за ремонт цепи питания и никто гарантию на этот ремонт не отменял хоть за деньги хоть за лайки пишите ваши комментарии что вы думаете по этому поводу как вам такой ремонт и нужно ли дальше продолжать ремонтировать материнские платы стационарных компьютеров ну и на этом к сожалению то видео подходит концу всем спасибо за просмотр надеюсь было интересно и полезно еще увидимся но уже в следующем видео пока на блок питания тоже до 130 вот примерно все 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 получилось я поехал отдыхать нафиг как всегда работают до часу ночи болен а